Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Обсудили вопросы сотрудничества и планы на текущий год. Дмитрий Азаров продолжает работу в новых регионах. Губернатор Самарской области встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с представителями национальных диаспор. Какие вопросы обсудили? В Самарском регионе усиливается поводок. Режим чрезвычайной ситуации ввели в двух районах. МЧС эвакуирует местных жителей. На улицах областной столицы устанавливают информационные щиты, для чего это нужно. В рационе рыба, фрукты и вареные яйца. Это в Самарском зоопарке показали посетителям, как кормят морских и сухопутных черепах. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по различным направлениям. Подвели итоги совместной работы и уточнили планы на текущий год. Самарская область стала одним из первых субъектов России, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион оказывает городу снежное содействие в восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы. Только в прошлом году Самарская область помогла восстановить 72 объекта снежного – детские сады, школы, МФЦ, амбулатории, акушерско-гинекологический корпус центральной городской больницы, военный комиссариат, дороги, жилые дома, коммунальные сети. Такая же работа была проведена и годом ранее. В Самарской области из-за паводка в двух муниципальных районах ввели режим ЧС в Большеглушицком и Волжском. В 13 действует режим повышенной готовности. По данным МЧС, потоплены 8 низководных мостов, 656 частных жилых домов и 1314 приусадебных участков. Эвакуировано 456 человек, в том числе 74 ребенка. Подготовлено 13 пунктов временного размещения на 3000 мест. В шести пунктах временного размещения находится 56 человек, в том числе 11 детей. За сутки освободились от воды 12 жилых домов и 3 приусадебных участка. От главного управления МЧС привлечен мобильный узел связи и аэромобильная группировка в составе 22 человек и 3 единиц техники. Помощь пострадавшему населению оказывает группировка Волжского спасательного центра МЧС России в составе 24 человек и 8 единиц техники. В том числе 5 плавсредств, а также группа беспилотных летательных аппаратов. Причина резкое потепление, повышение температуры в среднесуточных, дневных и ночных и большие запасы снега. Ситуацию по рекам промониторили, заторов нет. Пуговой приток в малой реке и резкий подъем уровня воды в этих реках. И как следствие подтопление территории населённых пунктов. Подтопление не несёт циклический характер, можно сказать, аномалия. Последние такие, по наблюдениям и статистике, такие подтопления были в 1988 году. В сухой визовке Волжского района подтопило 96 жилых домов и 110 приусадебных участков. Спасатели МЧС эвакуировали 43 человека, в том числе семерых детей. Они разместились у родственников. Работа по ликвидации последствий паводка продолжается. Мы продолжаем находиться в большой визовке Волжского района. Примерно сейчас вода на таком уровне находится. И эвакуируем очередных граждан. И доставляем продукты в местах проживания. Вместе работать на сохранение единства внутри страны и региона. В администрации Самары прошло совещание с представителями областных и городских народных автономий под руководством главы города Елены Лапушкиной. Участники встречи обсудили работу некоммерческих организаций по сохранению языка, традиций и культуры национальностей, которые населяют Самарскую область. Одним из центров такой работы является этнопарк «Дружба народов». Там через различные акции, тематические праздники и встречи происходит знакомство жителей и гостей города с национальным многообразием региона, бытом и обычаями разных народов. Представители автономии уверены, что изучая другую культуру, можно проникнуться к ней в уважении. Кроме того, участники обсудили механизмы подачи заявок на федеральные и муниципальные гранты, а также порядок их получения. Эти субсидии могут помогать общинам реализовывать проекты, направленные на укрепление дружбы между народами. Еще одной темой стала организация работы с мигрантами и членами их семей. Народной автономии предложили свои идеи по социализации таких людей, по ассимиляции их на рабочих местах, в учебных заведениях и в повседневной жизни. Глава Самары поблагодарила участников встречи за предоставленные проекты и выразила уверенность, что дальнейшая плодотворная работа будет продолжена. Наше национальное единство в России, конечно, всегда было таким краеугольным камнем сохранения государственности. И это остается таким же важным вопросом. И, конечно, наша с вами общая задача внутри с нашими людьми вместе прорабатывать, объяснять, что происходит. И, безусловно, работать на сохранение государства, на сохранение единства, на сохранение дружбы, на сохранение взаимопонимания. В общем-то, чем всегда и славилась и Россия, и, конечно, Самарская область. На улицах Самары устанавливают информационные щиты, которые оповещают жителей о работах, предусмотренных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году. За процессом установки таких щитов на Зубчинизновском шоссе наблюдала Полина Чулякова. Эти высокие желтые щиты появляются на улицах Самары, обозначая, что на участке запланированы дорожные работы. Конструкции устанавливаются согласно требованиям к подрядчикам, которые обновят объекты в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Щиты брендированные, символикой нацпроекта, изготовлены в соответствии с ГОСТом. На сегодняшний день в городе монтажные работы выполнены на 60%. Всего же выставят 42 инфо-щита, по два на каждом объекте, в начале и конце участка, входящего в ремонтный перечень. Мы на тех дорогах, которые планируем отремонтировать, за благовременно устанавливаем инфекционные щиты о том, что данная дорога будет отремонтирована по национальному проекту. Это позволит жителям нашего города и гостям видеть, что данная дорога действительно будет отремонтирована и также предусмотреть более оптимальные маршруты для себя. А жителям, рядом с домами которых развернутся работы, владение информацией поможет заранее определиться, на какой территории будет лучше парковать свой автомобиль. Зубчининовское шоссе – один из объектов улично-дорожной сети, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта. Вот и здесь появились инфо-щиты. В дальнейшем на этом участке в границах улицы Физкультурной и Аэропортовского шоссе закипит работа. Подрядчики будут снимать слой асфальта и менять его на новый. А пока идет подготовка. Наша подрядная организация будет производить работу на трех улицах на сегодняшний день. Также установка знаков от начала до конца работы. Жители Зубчининовки с нетерпением ждут, когда главное шоссе поселка приведут в порядок. Конечно, это важнейший момент и здесь очень важно. Конечно, нужно. Обязательно. Потому что здесь у нас вообще и уже везде. Обязательно. На инфо-счетах всегда указываются общие сведения о ремонтных работах. Дата начала и окончания, название подрядной организации, ФИО ответственного за производство работ, а также контактный номер. Если у жителей есть предложение или замечание, они могут позвонить по этому номеру. В прошлые годы горожане пользовались такой возможностью. Как для профильного департамента, заказчика ремонтных работ, так и для подрядчиков важно поддерживать обратную связь с населением, чтобы при необходимости оперативно принимать меры, связанные с ремонтом. На этой неделе в рамках реализации дорожного нацпроекта работы начались на двух объектах. Приводят в порядок трамвайные межпути на шести перекрестках улицы Алматинской, от Республиканской до Олимпийской. Работы стартовали и на улице Чернореченской, которую обновят комплексно. Всего в этом году в Самаре только благодаря нацпроекту преобразятся более 26 километров дорог местного значения. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События. Кого не щадит палочка Коха? Врачи называют туберкулез хитрым заболеванием. Возбудитель может десятилетиями жить в организме человека, никак не проявляя себя. При неблагоприятных условиях болезнь может проснуться. Как уберечь себя и близких, выяснила Ксения Баканова. Это тот самый случай, когда плановое обследование помогло выявить серьезное заболевание. В поликлинику Виктория пришла за медицинской справкой. Прошла флюорографию, однако ее результаты вызвали сомнение у врача. В результате обследования поставили диагноз – туберкулез. Пациентка признается, он прозвучал, как гром среди ясного неба. Сейчас Виктория проходит лечение в дневном стационаре областного туберкулезного диспансера. Я очень позитивный человек. Я подумала, что это все неправда, я здоровая, я себя чувствую отлично. Как такое может быть? Ну, естественно, потом пришлось сделать повторный снимок, сдавать анализы. И выяснилось, что туберкулез – очень такая лживая болезнь, так скажем. Причиной развития недуга может стать ослабленный иммунитет, хронические заболевания, вредные привычки. Специалисты отмечают – первые симптомы коварной болезни человек может просто не замечать. Появляется слабость, потливость, постоянно клонит в сон. Многие списывают это на банальную усталость или авитаминоз. Начинают бить тревогу на поздних стадиях, когда развивается кашель. Передается заболевание от больного человека здоровому воздушно-капельным путем. По статистике, один бактериовыделитель заражает порядка 15 здоровых людей. Концакт происходит на бытовом уровне. Это скопление людей в транспорт, магазин, кинотеатр и на семейном. У кого родственники уже болели туберкулезом, либо соседи. Болезнь прогрессирует быстро. Чем раньше приступить к лечению, тем выше вероятность, что последствия будут минимальны. Если же проблеме не уделить должное внимание, вполне возможны серьезные осложнения. Больной молодой, 2002 года рождения. В августе 2023 года у него был вот такой небольшой процесс. Он не лечился нормально. В результате у него объем поражения увеличился. Образовалась полость распада. Больной стал заразен. Выделяют туберкулезные палочки. Лечение больных туберкулезом должно проводиться комплексно и беспрерывно. Развитие болезни на ранних стадиях помогает выявить флюорографию. Процедура безопасна и не имеет значимой лучевой нагрузки для организма. Держите фарпучек по бокам. Вдохните, не дышать. Если доктор заметил на снимке изменения, то пациенту назначается в туберкулезном диспансере дополнительное обследование. Рентген легких, анализы крови, мочи, мокроты. От его результатов будет зависеть дальнейшее лечение. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Самарский литературный музей готовится к открытию новой экспозиции. Летом жители и гости города смогут поближе познакомиться с усадьбой писателя Алексея Толстого, погрузиться в ее историю, познакомиться с теми, кто когда-то там жил. Проект носит название «Смыслы усадьбы». Как проходит подготовка к выставке, увидела наша съемочная группа. Столетняя история знаменитой усадьбы писателя Алексея Толстого с момента основания до открытия музейного комплекса. В экспозиции, которую готовят для жителей и гостей города, будут представлены малоизвестные фотографии семьи Толстых и квартирантов разных эпох. В свое время здесь располагался и детский сад, и коммунальные квартиры. Сейчас у нас ведется большая работа. Мы на связи находимся с теми людьми, которые здесь жили еще маленькими. У которых здесь жили родители. Они оставляют свои воспоминания и приносят какие-то вещи именно той эпохи, когда они находились здесь. Там есть такие садовые ножницы, различные чернильницы того времени, даже какие-то шкатулки. Согласно чертежам, усадьба должна была состоять из четырех одинаковых домов. Из соображений противопожарной безопасности проект реализовали наполовину. Два дома с флигелем. В таком виде усадьба сохранилась до наших дней. Историк-краевед Борис Агузаров создал макет усадьбы в масштабе 1 к 40. Созданию диорам и макетированию он посвятил всю свою жизнь. Рассказывает, что труд кропотливый. Важны филигранная точность и ловкость рук. И это у нас получилась как бы маленькая грозь сирени. И вот теперь я ее макаю в клей и переношу на уже готовый куст. И вот на глазах сейчас у нас расцвечет еще один кустик сирени. Здесь 20 кустов сирени. На каждой по 20, ну где-то 400 цветочков нужно будет здесь высадить. Работа над макетом началась еще в августе прошлого года. Сначала фотосъемка усадьбы с масштабной рейкой. Потом черчение деталей в специальной программе на компьютере. После этого подобрал соответствующий материал. И на станке лазерно-гравировальном вырезал все эти компоненты. После этого начал сборкой заниматься. На одном доме больше тысячи деталей. Там все вот эти отдельные детали, декор, они микроскопические. Буквально миллиметр на два размера лазера вырезал. Потом все это склеивал. Макет усадьбы состоит из пяти тысяч деталей. В ход идут фанера, картон, проволока, пластик. 10-15 видов клея и лакокрасочных материалов. Готовый макет станет частью экспозиции под названием «Смыслы усадьбы» в Литературном музее. Уже к лету выставка откроет свои двери для посетителей. Галина Топилина, Игорь Казановский. События. Народные песни и танцы. В Самарском дворце ветеранов прошел День здоровья для актива городского общества инвалидов. Его провели в преддверии праздника, который ежегодно отмечают в разных странах 7 апреля. Наша съемочная группа побывала на торжестве и расскажет подробности. Всемирный День здоровья отмечают 7 апреля. В преддверии праздника в Самарском дворце ветеранов прошел концерт и раздача полезных подарков. В числе гостей актив городского общества инвалидов. Сегодня впервые такая изюминка нашего мероприятия – это беспроигрышная лотерея. Каждый участник мероприятия, а нас сегодня соберется 70 человек в зале, стали участниками лотереи, когда каждый вытянул определенный номерок, за которым были разные предметы, позволяющие улучшить состояние физического здоровья. Ортопедические стельки, тренажеры, массажеры – вот такого именно назначения, чтобы каждый человек в домашних условиях мог сам себе чуть-чуть улучшить физическое состояние. Дом ветеранов старается дарить положительное настроение и поддержку для людей, нуждающихся в тепле и заботе. В праздничной программе «Скажем здоровью! Да!» приняли участие творческие коллективы, в том числе воспитанники и педагоги детской школы искусств номер 12. Они исполнили известные музыкальные композиции. Русские народные танцы сыграли на музыкальных инструментах. Эти мероприятия объединяют людей нашего общества, дарят им радость, хорошее настроение и очень положительных эмоций получаем мы, приходя в этот замечательный дворец ветеранов. В конце праздника участникам вручили подарки от городского общества инвалидов. Августина Охременко, Петр Паломеев, события. Самарская область готовится к возвращению птиц зимовки. 30 скворечников и синичников, изготовленных школьниками, закрепили на деревьях в загородном парке. Как правильно обустроить жилплощадь для пернатых, узнала наша съемочная группа. Этот дом с зеленой крышей готов принять новых постояльцев. Мастерили всей семьей, рассказывает юный архитектор Иван Баранов. Дизайн автор продумал до мелочей. Зеленая крыша – это элемент маскировки. На фоне листьев скворечник не будет бросаться в глаза кошкам, а белый цвет отражает солнечные лучи. Иван знает, что важен не только внешний вид. Изнутри стены скворечника полировать нельзя, чтобы птенцы могли цепляться лапками за шершавую поверхность. Об основных требованиях к скворечнику Иван узнал в школе на уроках лесничества. Нам задали сделать скворечник правильно. Мы сделали скворечник за два дня. И у нас получился такой скворечник красивый. Мы очень хотели, чтобы там появились птички, завелись. 30 скворечников, изготовленных школьниками со всего региона, закрепили на деревьях в загородном парке. В установке детям помогали сотрудники Самарского лесничества. Требований много. Скворечник должен висеть на юго-западной стороне дерева на высоте не менее 4,5 метров. Но главное правило – никаких гвоздей. Гвоздь проходит через кору дерева, дерево повреждается. Нужно его закреплять или лентой специальной, или специальным креплением, которые идут вокруг дерева, обтяжку. И там его закреплять. Тогда дерево не пострадает и будет продолжать расти. То есть, это дерево, оно как бы живой организм считается, и любое механическое повреждение для него, оно нежелательное. Воспитанию подрастающего поколения бережного отношения к природе, популяризация профессий в лесном хозяйстве и благоустройство территорий. В регионе на постоянной основе проходят экологические акции. Это большое дело. Мы и дальше будем продолжать заниматься в этом направлении. Также мы с детьми посещаем объекты лесного хозяйства, наши питомники, посадки леса. Поэтому это большой плюс в части воспитания. Ну а второе – это благоустройство общественных пространств и территорий, когда мы развившим скворечники в местах массового пребывания людей. Это способствует, соответственно, заселению парков, скверов пернатами. По словам экспертов, если птица заселяется в скворечник, она и в дальнейшем будет сюда прилетать и в нем жить. Пока что в доме нет никого. Но совсем скоро свое новоселье отметят пернатые гости нашего города. Галина Топилина, Сергей Баскин, События. В Самарском зоопарке представлено около 30 видов черепах. Среди них есть и морские, и сухопутные. Питаются они растительной и животной пищей. Увидеть, что едят эти пресмыкающиеся, можно на открытых кормлениях, где побывал наш корреспондент Елизавета Прокопенкова. В Самарском зоопарке около 30 видов черепах. Среди них есть морские и сухопутные. Представлены и такие виды, которые могут захлопнуть свой панцирь и спрятаться внутри. Например, звездчатая черепаха. Это название она получила из-за желтого рисунка в форме звезды. Одна такая звездочка имеет от пяти до восьми лучей. Если этой черепахе грозит опасность, то панцирь закрывается, а лапа и голова остаются внутри. На такое способны не все виды черепах. Это уникальные животные. Среди позвоночных животных это единственное животное, которое носит на себе панцирь. Но это не дополнительно какой-то орган, а это их костный скелет, который расстается между собой. То есть те же самые ребра, отрост позвоночника, которые есть у нас, у людей, и других позвоночных животных. И происходит срастание. И сверху покрыта роговевшая кожа. То есть вот в принципе в этом и уникальность. А еще уникальность черепах в том, что они обитают на земле более 200 миллионов лет. Средняя продолжительность жизни этого присмыкающегося зависит от вида. Среднеазиатские и красноухие черепахи живут примерно 30-40 лет. А вот голопогостские рекордсмены живут до 170. Узнать точный возраст черепах Самарского зоопарка трудно. Многие животные попали сюда из частных коллекций. Зато можно сказать, кто дольше всех живет в зоопарке. Красноногая черепаха по имени Уголек здесь уже 18 лет. На тарелке жиры, белки и углеводы. Все это нужно для сбалансированного питания. И для того, чтобы черепаха-уголек смог сам выбрать, что он хочет съесть. Черепахи в дикой природе едят все – растительную и животную пищу. Сухопутные едят в основном фрукты, цветы и листья. А некоторые – еще и насекомых с улитками. Морские виды питаются рыбой. Съесть свою добычу они могут только в воде. Для того, чтобы проглотить кусок, морским черепахам нужен поток, с которым пища попадет в желудок. Если кусок оказался слишком большим, животное помогает себе лапами. Водные черепахи более агрессивные, приспособлены так, чтобы защищать себя. В воде, наверное, у них больше врагов, которые желают полакомиться черепахой. Узнать больше о черепахах и их питании можно на открытых кормлениях в Самарском зоопарке дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. 6 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. Наводить порядок на улицах, парках, скверах, общественных пространствах и во дворах города будут представители коммунальных служб и служб благоустройства города, общественных организаций, муниципальные и государственные служащие, предприятия и организации, волонтеры. В субботнике могут принять участие и неравнодушные горожане. Для жителей подготовят необходимый инвентарь. Где и как его получить, рассказывает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Если вы не знаете, какая управляющая организация обслуживает ваш дом, можете воспользоваться удобным сервисом ГИС ЖКХ. Дети до 18 лет могут являться собственниками движимого и недвижимого имущества, но не вправе им распоряжаться, информирует телеграм-канал департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. Поскольку собственник несовершеннолетний, родители или законные представители должны получить разрешение на распоряжение имуществом ребенка. За разрешением можно обратиться с заявлением в отделение МФЦ города. Ежегодно специалисты департамента опеки выдают более 5000 разрешений на операции с имуществом несовершеннолетних. Глава железнодорожного района Вадим Тюнин провел рабочую встречу с инициативными жителями домов на улице Чернореченской, в ходе которой обсудил план работы по вопросу организации временных выездов с дворовых территорий на время замены инженерных коммуникаций на бульваре. Территория победила в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» и будет благоустроена в этом году. Встреча прошла конструктивно. По ее итогам были достигнуты договоренности, сообщает телеграм-канал железнодорожного района. В Кировском районе прошли городские соревнования спортивных лиг по настольному теннису. Команда Кировского района заняла первое место среди обучающихся образовательных учреждений города. В состязаниях приняли участие девять районов. Спортивное мероприятие проходило в Центре детского творчества «Ирбис». Цель мероприятия – выявление сильнейших команд по настольному теннису и развитие социальных навыков при помощи командной игры, пишет телеграм-канал Кировского района. и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok